Девушки отдыхают Вы научили психику людей, детей. Сейчас вы в этом убедитесь. Почему это я называю второй серией? Первый вы видели учебник девятого класса. Раз перепечатали две газеты его, значит я мою статью чего-то стою. А сейчас мы выходим на новый уровень, потому что главное интернет, телевизор уже и так никто не смотрит, я имею ввиду нормальных людей. Вот, тем более там, я с телевизора смотрю только телеканал «Наука», но тоже часто плююсь, есть на то причины. Вот, смотрите, будем считать, что это вторая серия. Тема та же, дебильная школьная программа. Вот, и сегодня, напомню, последний день праздника, 9 число, 9 января. Прости меня, Боже, что я такими словами прощаюсь с праздником, но деваться некуда. Вот, мне задержало обидно. Смотрите, итак, биология, 10-11 класс. Это более свежий учебник. Вот, базовый уровень, значит он еще вряд ли еще отменен, на последний год-два. Вот, дети, которые его посмотрят, должны были бы изучать, что... Вот посмотрите, видите, одуванчик, да? Видите, это парашютики. И задача на десятки, на километры, на десятки. А если ураган, то на сотни километров перенести семена. Вот это бы надо бы изучать. Я приводил пример, когда я рассказывал о том, в чем я учился. Вот. Нас учили так. Сказали, вот дети, в вашем классе стеклянный шкаф. Вот. В этом шкафу заспиртовано, убитое заспиртовано, тритон. Я все помню. У меня избирательная память. У меня памяти нет в принципе. Но эти пять процентов, это особая память, которая и существует. Вот. Заспиртованный тритон, заспиртованная лягушка, заспиртованный то ли уш, то ли змея. И, наконец, заспиртованная черепаха. Вот эта заспиртованная черепаха потрясла не только меня, вот, а весь класс. Рядом был пруд, там они росли. Мы иногда ловили их, поиграли, тут же отпускали. Из этого пруда директор и завхоз выловили. Может, и не трудно было поймать. Вот. И согласно программе... Какая программа? Ну, принято так. Это считалось частью программы. Они должны были ее убить, заспиртовать и выставить в шкаф. Ну, понимаете, не хватало понимания того, что принесли бы прямо на урок нам, детям. А школа была только первые четыре класса, все. Там еще и даже биологии как таковой не было. Но в шкафу должны были убитые быть эти. И вот улица. Я до сих пор не могу понять, как это могло случиться. Вот. Директор и завхоз вдвоем. Это украинская, которая я много раз с удивлением, с таким удивлением и с такой признательностью, что я учился в этой школе, что у меня столько в памяти осталось доброго, светлого. Вот. Про украинскую сельскую школу под соломенной крышей. Вот. Утром замерзшие эти чернильницы, они наливайки, мы не могли писать первые уроки. Хотя это топили с утра печки в этой школе. По этим пассионам были развешаны керосиновые лампы. А все равно ощущение праздника было. Но были страшные вещи. Вот одна из них. На наших глазах директор и завхоз вдвоем убивали черепаху. Они протыкали ее длинной стальной иглой, не иглой, а проволокой. Вот. Вокруг стояли дети. Нас прибыл человек 30. Вот. Первые стояли в два ряда. Первый ряд плакал, а второй ряд шипели, орать не кричать, шипели. Убийцы! Мы уже тогда знали свое место. Мы уже тогда знали, что громко говорить нельзя. Убийцы! 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 А первые, первую льду стояли более... Им было лучше видно, как убивают черепаху, загоняя под панцирь это, с проволоку. Вот. И вот, наконец, она была убита, наспиртована. Лучше бы они наспирт выпили бы, а черепаху бы выпустили. Ну, почему нельзя один раз показать и сказать, вот у нее панцирь, вот он служит. Когда-то землю бомбардировали такие, эти самые, страшные камни. Именно камни, что могли пробить, могли не пробить. Вот. Клацали зубами, такие страшные уроды, эти самые, ящеры, что только черепаха и выжила, потому что у нее панцирь такой толстый, надежный, целиком может спрятаться. Ну, сказали, показали, отпустили. Нет! Детей это потрясло. А потом все-таки надлом в душах составил. У меня надлома не получилось. Именно поэтому вы сейчас смотрите вот это вот. Может быть, если бы я не увидел тогда, как убивают черепаху, и не плакал бы, может быть, сейчас бы я и не вел бы эти уроки. Я был бы совсем другим человеком. Вот. И вот она биология. Я знаю, почему 10-11 класс. Однажды появился 11 класс, а его не было. Сказали, срочно, раз вводим, надо наполнить содержанием вот эти вот уроки, в том числе и биология, 11 класса. И тогда вот эти вот люди, я столько раз уже обещал всем, мне многие коробят мои вот эти, которые, вот видите слово, дебильное. Как тогда назвать этих людей? Хорошо не буду называть. Я просто всего глаза, Лугафонов и Захарова создали, я их не обзывал. Вот. Школьную программу. Может быть, слово странное, но уже поздно. Я второй раз не умею начать сначала или стирать. Итак, пластиды. Двухмембранные органоиды растительных клеток, которые раздражаются путем деления. Существует три типа пластид. Лекопластиды, хромопласты и хворопласты. Вы сейчас отключите компьютер, я чувствую. Основная функция бесцветных для запасания крахмала. В важнейшую роль в жизни сыграет хворопласты. Дальше идёт слово зелёные пластины. Дальше фотосинтез. Уход хворопластиды превращается в хворопласты. Пластиды жёлтой, оранжево-красной окраской. Запомнили? Не синий, а жёлтый. Каким митохондрия и пластиды имеют собственный генетический аппарат. Рибосомы и синтезируют белки. Рибосомы, субмикроскопические мембраны, органоиды, функция которых синтезируют белки. Вы понимаете, что это такое? Опять начну это шашкой махать. Это подлость и предательство. И таких сотни страниц. Чем думали? Смотрите сюда. Я издевался вместе со своей помощницей, своей ученицей. Она же и принадлежит учёному миру. Аспирантка Елена Александровна Савельевича. Мы сделали целый фильм. Я издевался вот над этим вот ЭГЭ. Видели? ЭГЭ, шестой класс. Вот. Я издевался над этим. Вот. Чем питается зародыш? Что необходимо? Или слишком легко, чтобы двоечник, не прочитав ни одного из того, что выше, всё-таки тройку получил. Вот для чего это сделано. Потому что иначе крышу сносит. Вот. Увеличиваются семена за счёт недостатка воды. Ну, ну куда уже, идиотский вывод. Так, опять меня заносит. Всё. А теперь смотрите. ЭГЭ должен быть отменён. Ну и чё? Ты сколько угодно можешь про это говорить. Чихать на тебя хотели. Ещё раз. Министр просвещения сидел под плакатом ещё год назад. На котором написано. ЗЭГЭ наше будущее. А теперь сейчас я вам скажу горькую вещь. Какую хотите? Вот, пожалуйста. Видите, сколько всего вот этого. Должен быть отменён. Вы согласны? Да, конечно, это. Нет. Самое страшное, что у нас есть плохо и очень плохо. Вот это плохо. Это потерянное время. Это нарушенная психика детей. Психика учителей. Она ему вот это вот преподает. И понимает, что её жизнь проходит напрасно. Она делает то, чего не нужно ни детям, ни ей, ни науке, ни практике. Никто не вырастет ни одного дерева. Я прочитав всю вот эту книгу, а у некоторых есть хорошая память, он возьмёт да вызубрит. Есть такие, один из тысячи. Остальным и этого не дано. Вызубрить и запомнить. Понимаете? Плохо и очень плохо. Вот, окей, отменяем, делаем эти самые. Это в наше время, когда полностью развращено всё общество. Когда этот, знаете, я сейчас, это мои фильмы, что хочу, то и говорю. Идёт этот самый, юмористический такой сюжетик. Значит, там командует режиссёр и кричит. Ты изображаешь этого самого, этого сотрудника ГАИ, а ты должен подойти, протянуть ему вот эту пачку денег. Ну, там, может быть, не настоящих денег. Протянуть его, а он, это самое, его с негодованием отвергает. Дубль 8, или там уже 48, никак не могут снять. Дубль. Поехали. Значит, началась съёмка. Подходит, даёт этому самому ГАИшнику. Он в 48-й раз взял. Ты почему взял? Да я механически. Не смог устоять. Режиссёр выгоняет этого самого актёра. Значит, ставим вот так. Ну-ка, одевай быстро эту форму. Одел, самое, стой, махай жезлом. Махнул. Тот подходит, вручает пачку денег. И этот взял. Да что ж ты, ты должен с негодованием отказаться. Ну, не уставит. Ну, извините. Следующий актёр. Всю группу перепробовали, наконец, всё. Говорит, ну, всё. Я буду играть ГАИшника. Я. Одевает эту шуртук этот ГАИшник с погонами. Всё. Говорит, всё, думали, поехали. Подходи ко мне с взяткой. Тот подходит. Ой. И я взял. Вот это и есть современное общество. Тот, кто придумал эту эмористическую сцену, он прекрасно знает. И вы уже догадывались, о чём я речь веду. ГАИ отменяют. Она не нужна. Действительно дурь. Тогда надо отменять экзамены. Потому что будут, вернётся то же самое, когда каждая или половина станет преступниками, вместо которых в тюрьме. Но они всего лишь преступники потому, что не могут не взять, потому что им не надо того же ребёнка кормить. Всегда найдётся эта причина. Сейчас те, кто выросли в этих памперсах, современное поколение уже выросшее, они не знают, что у них мало развитые половые органы, которые дают мало мужских гормонов. И женских не дают. Там тоже есть свои преимущества у женщин. Доброта, ласка, добросовестность, материнский инстинкт, трудолюбие. А мужские гормоны должны производить мужчин. Не бояться драки, заступиться за слабого, защитить семью, защитить женщину, которую пинают на улице лежачую подонки. А 20-30 мужчин, отведя взгляд, проходят мимо. Потому что они уже не мужчины. У них в штанах нет этого самого, из которых делаются гормоны мужские. Понимаете? И сейчас попробуй ты откажись от этой самой, как называется, откажись, попробуй от этой взятки. Значит, будешь полунищим. И завидую тем, кто все-таки взял. И нельзя возвращаться. Давайте это так. Давайте уже так преподавать, чтобы ребенок не мог отказаться от этого. От прослушивания, от заинтересованности. Преподавайте, как выращивать овощи. Преподавайте, как выращивать сады. Это понравится. Потому что, когда начинаться будет, например, вот с этого, меня понесло, ну ничего, я об этом не думал даже говорить. Вот. Вот это вот. Вот это мой сайт. Вот это моя фотогалерея. Вы представляете, сейчас же кругом экраны, экраны, экраны. Огромные экраны заменяют доску школьную. Или эти экраны на компьютер. Дети, у вас что в саду растет? А мы уже давно забросили. А мы ездим шашлыки жарить. Хотите вот это иметь? Прослушайте курс. Он давно создан железом. Есть такой ненормальный. Вот. Который почему-то до всего есть дело. И у вас вот это будет. Вы станете волшебниками. У вас будет расти то, чего нет в институтах, университетах и в академиях. Ну нету. Ну нету. Я видел, как академия там почему-то хвастается этими же самыми. Очень красивые такие, с длинными иголочками. Эти самые, еловые или как их там называются. Сосновая культура. Понимаете? А вот это все возродить надо по всей России. Возродить именно. И это вы, с вас, дети, начнется. И вот тогда начнется. А как посадить? Абрикос, как косточку? А почему нельзя заглублять? Впервые дети, а потом расскажут родителям, которые погубили миллионы деревьев. На ученые погубили миллионы деревьев. Понимаете? Вот таким вот образом. Куда меня занесло? Не хотел я этого ничего говорить. Посадка семян. Вот. Как они их губили? Сейчас покажу. Итак, ученые с мировым именем пишут, надо закопать на 10 сантиметров. Нет, российским, совковым уровнем. А ученые с мировым именем на 20, нет. Да, на 20 сантиметров. У меня есть их статьи, все, только сейчас я не буду лежать. Они на том свете. Они даже обидятся, скажут, ну что вы нас, ребята, пинаете? Давно уже догадались сами, что если мы ошибались, то, по крайней мере, пусть у вас сады будут. Мы вырастили сады, но они у нас погибли. Значит, что-то мы делали не так. Делайте по-другому. Вот. Вот за это меня пинали. Вот. Вот за это меня пинали. Вот за это мой сын. Вот. Когда человек у академи... Фу-ты. То есть, ну да, академическое образование, которое гордится за ночью в невероятное. Я, выпускница Тимирязевки, увидела эту фотографию. Она, вместо того, сказать, ну молодец же, Сергей, ну вот же так-то надо. Ведь до сих пор, в 21 веке, вебинар у меня будет завтра, 10 января. Я покажу фотографию, сделанную с живого экрана, 8 или 7 января 2022 года. Представляете? И опять пошатка в глубокую яму. Ну, сказала бы, ну, Сергей, спасибо, молодец. Вот с этого начнется возрождение садов. Ведь это фотография 2015 года. Сейчас здесь сад, который... Прошло 7 лет. Который ломится от фруктов, по которому пройти невозможно. Вот. Нет, она сказала, вы что? Вот какой у тебя сын, какой у него злобный взгляд. Он же лопатой готов убить. Вот это есть уровень, потому что это невероятно, в каком мире мы живем. Вот. И тут же, а злоба только потому, что я воспротивился, и мой брат, тому, что они учат калечить деревья. Вот так вот. И вот что получается. Вот. И вы будете говорить, дети, мы начнем с посадки семечки. Природой семечка просто взяло и упало. Найди бы мне сейчас подходящую фотографию. Что оно взяло и упало, взяло и упало. Вот. Лежит, никому не мешает. Так, 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 так. Вы знаете, вот это и есть то, чего нет в университетах. Вот просто нет, понимаете. Этого нет в университетах. Они ничего не знают и ничего не умеют. Они знают, как падает в природе, и как мы должны повторять за ней. И тогда только у него корневая шейка не будет заглублена, и основание штамба не сгниет. Вот. Миллионы ученые погубили тех же абрикосов. Это абрикосовая косточка. Вот. И вот это все вы будете рассказывать с самого начала. В посадке семян. Ах, нет. Заготовки семян. Потому что его еще надо раздобыть. Понимаете? Заготовки. Вот. Все получилось бурно. Вот, кстати, видите, мне прислали. Ссылают фотографию. И говорят. Валерий Константинович, а ничего, что этот камень. Я читал, что этот камень будет нагреваться и сохранять тепло ночью. Я говорю, камень к чертовой матери выбрось. Посмотри, главное. У тебя семя доля торчит из-под земли. У тебя основание штамба сгниет 100%. Через год, два, три, ты даже может заплодоносить. Ты будешь плакать. У тебя еще земля довольно это. Это не супец, которую любят абрикос. Видите как? И вот для школьников, ладно. Да хотя бы надо начинать со школьников. Но уж хотя бы студентов. Я сейчас задумал цикл этих самых. Я придумал. Ну, это будет, конечно, любительство. Это будет много говорильней. Но это будет основа будущих экзаменов для выпускников вузов. Вот. Потому что они сейчас, выходя из вузов, имеют название громкое агроном, биолог, эколог. Ни хрена не знают. Почему? Потому что им сказали, закопайте на 5-6 сантиметров, закопайте на 10 сантиметров. А Железов говорит, оно должно упасть на бок и лежать как в природе. Но тогда взойдет один из тысячи. Их ждут мыши. У меня десятки, сотни тысяч фотографий. Но тогда что? Тогда ищем компромисс. И вот эти компромиссы должны знать уже. Ну, это лучше, чем вот эту подлость невероятную. Но это лучше, понимаете? Вот, наверное, на этом я пока закончу. Я просто сейчас тренируюсь, примеряюсь, как я должен рассказать. Наверное, это будет так. Наверное, это будет тысяча фотографий. Не пугайтесь. Это еще мало. Потом, когда дети, школьники, студенты изучат эти фотографии, они будут как в любом месте. Он будет смотреть моими глазами. Его уже никогда не заставишь перекапывать почву под деревом, уничтожая муравьё, уничтожая корни, уничтожая муравьё в лучших защитников. Я не оговорился, я с ума не сошел. Сошли с ума те, кто поливали уксусом и ядами муравейники. Это они, им место в дурдоме, но нет, не так. Они тоже не виноваты. Их учителя должны быть в дурдоме. А фамилию учителя я не называю. Так, опять меня понесло. Ну что, закончим на этом. Ну что будем делать с ЭГ? Что мы будем делать с ЭГ? Отменить его опять взятка дательства. Расцветёт. Страшный расцветом. И окончательно будут у нас и так... Вы знаете, что такое репетиторство? Это тот же грабёж, ребёнку, которому после репетиторства ещё родители разорились. Ещё, ещё, ещё. Преподаватель, репетитор занимается такой работой, зная прекрасно, что перед ними сидит ребёнок, не способный это всё, я знаю такие случаи, не способный воспринять. Ну кое-как донести эти знания до школы, до экзамена, а потом забыть навсегда с проклятием. Понимаете? Только разорение. Это репетиторство. А ещё будет это. Ещё за экзамен за каждой платить. А сейчас тебе легко сделать. И хрен концы найдёшь. Сейчас же карточки. Вот. И номер карточки, кроме тебя, знать никто не будет. Да, отслеживать сказали там. Ну это когда крупные суммы. Ой, всё равно можно и до крупных сумм разорить. Разорить не детей, а их родителей. Лучше бы детям, лучше бы купили. Лучше бы, это самое, кормили бы. Чтоб деньги были на лекарства. Если на лекарства есть, то жрать нечего. Вот. Вот такой стране пока мы живём. И отказаться нельзя. Вот. Помните? Где надо поставить запятую? Казнить нельзя, помиловать. Вот. И так плохо, и так плохо. Вот. И отмени ЕГЭ, а вернуться опять же. Это сто процентов. Это должна быть возврат к такой системе. Жёсткая. Она говорит, 12 это, система жёсткая. Ага. Ладно, про политику я не буду. Я высказался. Вот. Видите? Вот. Нужна новая программа. Вот на этом я и закончу этот разговор. Вот. Нужна новая программа. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok